Алло, мам, кажется, я умираю. Вчера с девочками в бар ходили. Наверное, я съела что-то не то. Голова раскалывается, во рту пересохла. Как это остановить? Привет! Вы слушаете подкаст «Алло, мам», в котором я помогу вам справиться со сложностями самостоятельной жизни. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим о деликатном взрослом вопросе – застольях с выпивкой и его последствиях в виде похмелья. Культура питья – это очень важный навык для любого человека. Перед тем, как мы начнем, хочу напомнить – чрезмерное употребление алкоголя и курение вредит твоему здоровью, а информация в этом эпизоде нашего подкаста предназначается для лиц старше 18 лет. Давай вместе разбираться, как правильно пить, чтобы не сходить с ума во время вечеринки и не мучиться с утра. Чтобы понять, как работает опьянение и похмелье, нужно разобраться в том, как на нас действует алкоголь. По своей сути, и опьянение, и похмелье – это отравление продуктами распада алкоголя. Пока ты веселишься и расслабляешься, твой организм воспринимает каждый прибывший в желудок шот водки как угрозу и начинает интенсивно работать, чтобы вывести опасные вещества. Видов алкоголя много, и все они действуют на наш организм с разной ударной силой. Тяжелее всего организму дается борьба со смесями разных видов напитков, например, коктейлями, и с домашними напитками, такими как самогон, брага и прочее народное творчество. Дело в том, что в отличие от алкоголя промышленного производства, домашние напитки хуже очищены, поэтому в них содержится много сивушных масел. Они усиливают отравление. Отсюда, собственно, и пошло просторечное и знакомое тебе слово «сивуха». Так что похмелье от водки пройдет легче, чем перебор с коктейлями или домашней наливочкой от родителей твоего друга. Еще весьма коварны игристые вина и все, что разбавляется газированными напитками. Фраза «пузырьки ударили в голову» – не пустой звук. Углекислый газ раздражает стенки кишечника, помогая алкоголю быстро всасываться в кровь и ускоряя опьянение. Итак, наши первые выводы. Не смешивай алкоголь, не разбавляй виски и водку газировкой и с осторожностью относись к продукции домашнего алкотворчества. Если ты начинаешь вечеринку с одного напитка, лучше им и закончить. Это самый безопасный вариант. И дело вовсе не в градусах, а в составе напитков. Нельзя очередовать и употреблять вместе напитки, которые слишком сильно отличаются по технологии производства и составу – водку и пиво, коньяки и ликеры. Маленький совет. Если ты хочешь знать полный запретный список того, что нельзя смешивать, загляни в коктейльную карту любого бара. Почти все классические коктейли построены на взрывоопасных сочетаниях, от которых опьянение становится почти моментальным, а похмелье – тяжелым. Теперь поговорим о закусках. Наша излюбленная и проверенная годами формула – перекусить перед вечеринкой чем-то сытным и желательно жирным. Но, к огромному сожалению, врачи нам возразят – похмелье этот способ не предотвратит и вред от отравления не снизит. Однако польза все-таки есть. Перекус перед застольем действительно замедляет скорость всасывания алкоголя и делает опьянение более плавным. Так что пить действительно лучше на сытый желудок. Но не строй при этом иллюзий, что тарелка картошки спасет тебя от кошмарного утра, если ты будешь кутить всю ночь. Усугубить тяжесть последствий вечеринки могут сигареты и любой другой никотин. Если ты куришь, то не понаслышке знай, что в опьяненном состоянии рука сама тянется к сигарете. И контролировать себя при этом очень сложно. Можешь не заметить, как полная пачка опустеет до конца вечеринки. Тем не менее, за каждую выкуренную сигарету твое пьяное тело отомстит тебе утром. Постарайся воздержаться от постоянных перекуров или радикально ограничь себя. Например, не бери с собой сигареты или пот на застолье. Переходим к самому грустному – похмельное утро. Если перебор все же случился, то действуй так же, как при любом другом отравлении. К сожалению, никаких таблеток от похмелья не существует. Это маркетинговый трюк. Пока что люди не научились ускорять работу органов и ферментов, которые выводят из организма продукты распада алкоголя. Лучшее, что ты можешь сделать – дать организму сделать свою работу и не мешать ему. Ну, запоминай три главных правила. Постельный режим, восстановление водного баланса и снятие симптомов. Алкоголь сильно обезвоживает организм. Тебе нужно восстановить электролитный баланс – пить воду, кефир или морс. А вот от кофе воздержись. Он имеет мочегонный эффект и только усугубит твое состояние. Можно запастись лечебно-столовой минералкой, но перед употреблением нужно выпустить из нее газ. Если у тебя болит голова, выпей свое обычное обезболивающее. Есть множество народных способов справиться с похмельем, но ни один из них не подтвержден врачами, а некоторые и вовсе вредоносны. Ни в коем случае нельзя пить маринады, рассолы и все, что содержит уксус. Уксусная кислота – один из продуктов распада алкоголя, которого и так сейчас в твоей крови достаточно. Также, к сожалению, никакой особый завтрак не избавит тебя от похмелья. Напротив, чрезмерно жирная и тяжелая пища, которую так рекомендуют, создаст дополнительную нагрузку на печень, которой и так сейчас есть чем заняться. Но, пожалуй, самое опасное заблуждение – это опохмеление. Этот прием позаимствован у хронических алкоголиков. Им действительно становится лучше, когда они выпивают с утра после застолья, поскольку эти люди находятся в наркотической зависимости от этанола. Поднимая уровень алкоголя в крови, они снимают свою ломку. Но для здоровых людей это не работает. Ты просто усложняешь работу своего организма и ухудшаешь свое состояние. Лучшее средство от похмелья – не пить вовсе. Ну а теперь ты знаешь, как его пережить. Пей культурно и с осторожностью. Это был подкаст «Алло, мам!» Всегда на связи. Если мама не берет трубку, услышимся. Entonces, мой дом будет побразу buscar операцию . Это был подкаст первого взрослого друга. Продолжение следует...